Пересмотреть условия импорта из США, ни в коем случае не менять климатическое соглашение, а еще назвать следующий ураган именем Трампа. С такими идеями выступили сегодня евродепутаты во время дебатов о том, как ЕС должен реагировать на отказ Трампа участвовать в климатическом соглашении. Подробности знает Елена Абрамович. Дискуссии о том, как остановить климатические изменения, евродепутаты начали с выступления президента Маршаловых островов. Государство в Тихом океане, которое одним из первых пострадает от изменения климата. Архипелаг в ближайшее время может или остаться под водой, или без питьевой воды. Мы все чувствительны к климатическим изменениям, но Маршаловые острова первые под прицелом. Наводнения и засухи стали все более частыми. Мы находимся на высоте всего двух метров над уровнем моря. Нам некуда убегать. Климатические беженцы – большая проблема, которую Евросоюзу придется решать довольно скоро. Уже к 2050 году, заметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, от засухи и голода люди будут массово бежать из Африки, Азии, в Европу. Жаль, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения, но это не означает, что ему конец. Я уверен, нас это еще больше объединит и прибавит целеустремленности. ЕС не будет пересматривать соглашение. 29 статей пора выполнять. Документ обязывает государство уменьшить выбросы в атмосферу. При этом на добровольной основе подчеркнули евродепутаты и заметили, что президент Америки, очевидно, не понимает сути соглашения, если говорит об ущербе для экономики. Ведь главный принцип – это переход на энергоэффективное производство. Даже такие американские компании, как Exxon, заявили, что для них это шанс улучшить показатели за счет модернизации. Дональд Трамп принял решение против воли граждан. Он не создаст ни единого рабочего места таким образом. Интересно спросить, откуда он получает информацию. Может, нам стоит следующий природный катаклизм назвать ураганом Дональдом? Ведь это будет на его ответственности. В ЕС переживает из-за решения Трампа не только потому, что Америка – огромная страна и производит много выбросов в атмосферу. Важно и то, что Вашингтон задает тон мировой политике. Так было с Киотским протоколом. Впрочем, в Евросоюзе не намерены повторять ошибок. Парижское климатическое соглашение подписали большинство стран. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.